Всем привет! Друзья, давно мы не беседовали с вами, и мы решили на этот раз поговорить с вами о целях. Как раз недавно мы праздновали Новый год. Это как раз такое время, когда очень многие люди задумываются о своём будущем, о целях, о желаниях. Тем более 2020 год закончился. Для кого-то он был непростым, некоторые говорят, что ничего не изменилось, все планы как были намечены, так и исполнились. А некоторые люди сделали такой вывод из прошедшего года, что строй планы, не строй планы, всё равно всё в Божьих руках, и нет смысла просто что-то планировать. В принципе, всё так и есть, да. Сколько бы мы ни планировали, ни ставили цели, всё равно без Божьей помощи или без Его воли мы не сможем их осуществить. Вы прям уже всё сказали, что и хотели. Но всё-таки хочется немножко, знаете, поделиться с вами вот некоторыми мыслями. Две стороны. Одни люди говорят, что нужно ставить цели, добиваться их, как бы это понятно, но и есть люди, которые говорят, что надо жить сегодняшним днём, типа не обязательно ставить какие-то цели, потому что всё и так уже определено, нужно просто уже плыть по течению, как идём. И в этом видео мы хотим немножко поделиться с вами своими мыслями по этому поводу и, возможно, найти какую-то золотую середину. У нас как-то уже было видео на канале о планах, мы оставим обязательно ссылочку, правильно? Тут? Да. Там мы говорили именно о планировании времени на неделю вперёд, на месяц вперёд, если у нас есть какие-то дела, как правильно их расставить и нужно ли вообще это делать. Сегодня мы хотим затронуть практически эту же тему, только более глобально и, может быть, с какими-то новыми нашими мыслями. И поделимся с вами, как делали мы в этом году и вообще каждый год, как мы делаем. Но немножко затронем то, что мы говорили в том видео про планирование, что очень важно ставить перед собой цели, действительно. Это очень сильно помогает, между прочим, расти как личность, потому что многие люди не знают, чего они хотят в жизни, и очень важно поэтому в этом плане расти, формироваться и достигать, конечно же, своих целей. Но если посмотреть на обратную сторону медали, то действительно вот даже 2020 год вот показал нам, что у очень многих людей эти планы оборвались. У нас, кстати, недавно спросили, строите ли вы какие-то планы на этот год? И мы честно ответили, что поскольку за прошлый год мы там всего настроили, много всего напланировали, мы собирались в какую-то страну полететь, ничего не получилось. Но были какие-то другие места, которые мы посетили, но не планировали. Мы ответили так, что смотря на прошлый год, мы понимаем, что нету смысла там глобально далеко смотреть. Тем не менее, мы делаем такую практику каждый год, мы на листочке пишем свои цели, или где-то в заметках в телефоне, кто где, цели на год, который мы хотим достичь. И это не обязательно какие-то материальные цели, это не обязательно посетить какие-то страны или выучить какой-то язык. Это могут быть и духовные цели, может быть, вы хотите прочитать Библию за этот год, может быть, вы хотите еще на одну ступеньку стать ближе к Богу. А что-то исправить в себе, да? Да, 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 какое-то качество, может быть, искоренить, или наоборот, какое-то качество при... Помоги... Взрастить. Обрести, а возрастить, да. Знаете, можно вот так же, как мы, написать эти цели и повесить на видном месте листочек, прикрепить, каждый день на него смотреть и жить ради этого. Все делать ради этого, работать ради этого. Чтобы просыпаться утром, думать об этих целях, что нам нужно их поскорее достичь. Но мы делаем по-другому. Мы забываем про этот листочек, можно его брать в конверте, куда-нибудь спрятать, потом, чтобы через год вспомнить, где вы его спрятали. Или какую-то последнюю заметку оставить в телефоне, чтобы через год ее открыть и посмотреть, какие желания, какие цели у вас были достигнуты. И для чего это нужно? Хотя бы просто для того, чтобы поблагодарить Бога, сказать Господу спасибо за то, что Он помог добиться того или иного. Это очень интересно просто посмотреть, какой путь ты прошел, как ты изменился за этот год, сделать какие-то выводы о себе, о семье, о чем-то еще. Вот в Библии есть стих. Помни... Весь путь твой, которым вел тебя Господь. Да, поэтому иногда так заглянуть назад и что-то проанализировать, это очень даже классно. Но, и в то же самое время, мы вот так видим, люди очень многие ставят цели, какие-то масштабные цели, руководствуясь такими мыслями, типа, что цели и мечты, они должны быть либо безумными, либо нереальными. А иначе это просто найти планы на завтра. И я согласен, в принципе, с этим. Нужно ставить цели и смотреть так шире, да, сразу, как говорится, быка за рога, да, чтобы потом уже посмотреть, что там ты по мелочи очень много чего добился и так далее. Но, и в то же самое время, для меня вот один из таких любимых стихов в Библии есть, это написано в послании Иакова в 4 главе. Были такие люди, которые говорили, что вот сегодня и завтра отправимся в такой-то город, будем торговать, получать прибыль и так далее. То есть люди, которые планировали наперед уже там далеко, какие-то цели ставили. И тут же сразу идут следующие слова, что вы те, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша, да, это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Ну и там же опять потом идет ответ, что вместо того, чтобы вам просить, если Господу угодно будет, то сделаем то и другое, то вы там уже по своей надвинности тщеславитесь и так далее. То есть действительно очень многие люди, к сожалению, сильно к этому привязываются, думая, что они это своими силами все смогут достичь. Хотя на самом деле, да, все, что в нашей жизни происходит, происходит по Божьей воле. И все от него зависит до мелочи. Конечно же, мы можем ставить какие-то цели, мечты, планы, открывать свои желания. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Мы, например, с Танюшей выписали для себя, чего мы хотим достичь. Например, развитие нашего канала. Мы очень хотим, чтобы у нас сейчас следующий этап был 100 тысяч подписчиков, например. Но в то же самое время мы не ставим такую цель, знаете, что надо в конце года обязательно этого достичь. А если нет, то типа, ну, плохо, да? Ох, жалко, грустно. Нужно ставить мечты, но не сильно привязываться к этому. И вот сколько людей, например, да, они ставили цель, допустим, 50 книг прочитать за год. К концу года они прочитали, там, 43. Это про меня, я 48 с половиной прочитала из 50. А, 48, да. Ну, ты не расстроилась ведь? Ну, я могла, конечно, сказать, ах, ты ж не дочитала. Но на самом деле у меня было время. Я где-то последние пять дней у меня оставалась, чтобы прочитать. Но у меня не было желания в эти дни читать. Просто не хотелось. И для меня не было такой цели, что надо обязательно дочитать. И не хотелось делать это вот только потому, что надо. Но не получилось немножко. Я как бы не стыжусь этого, что я всем говорила, что постараюсь. У меня не получилось немножко. Как бы, да, я не привязалась к этому, но старалась достичь. Я думаю, это был стимул для того, чтобы хоть что-то делать. Вот, я как раз хотела поговорить об этой стороне. Стимул или мотивация. Возьмем такую простую ситуацию. Человек никак не может заставить себя заниматься спортом. Я думаю, это для многих больная тема. Многие хотят привести в порядок свое здоровье, свое тело, но никак не могут приступить. И вот нужен вот этот волшебный понедельник или волшебный 1 января, который наступит, и мы именно с этого дня начнем, с чистого листа. И это классно, что в подсознании у человека заложено, что новый день — начало чего-то нового. И поэтому Новый год — это прекрасная возможность что-то начать. И если мы в таком списке желаний или целей напишем привести свое тело в норму до конца года, если это будет не смыслом жизни, а стимулом или мотивацией, чтобы этого достичь, это очень даже здорово. То же самое взять духовную ситуацию, прочитать Библию до конца, до конца года — это же тоже очень здорово. Вообще взять любую ситуацию. Может быть, кто-то хочет посетить 10 бабушек, не знаю, за год, или каждый месяц посещать по 3 бабушки. Такая цель на год. Именно такие цели, они помогают нам развиваться в духовном плане и вырабатывать нашу силу воли, может быть, какие-то привычки. В общем, сама суть именно о том, чтобы двигаться, чтобы не стоять на месте в то же самое время. Доверять Богу, конечно же, жить сегодняшним днем, но в то же самое время не сидеть на месте, как бы не прикрываясь этим. Знаете, вот есть такая шутка. Одним Бог дал крылья, а другим пинделя. Вроде бы все летят, а какие разные ощущения и перспективы. Поэтому лучше не надо дожидаться этого пинка сзади, лучше будьте добровольцами. В общем, если подвести итог ко всему тому, что мы сейчас наговорили, то ставить цели, писать свои желания, это неплохо, это даже очень хорошо, смотря как мы будем к этому относиться. Если это будет смыслом нашей жизни, чтобы этого достичь, чтобы ради этого жить, работать и делать все, что вы делаете только ради этого, тогда, скорее всего, если вы не достигнете этих целей, вам будет очень больно, будет очень обидно, но зачем нам это правильно? А если вы будете это делать для того, чтобы самосовершенствоваться, чтобы менять себя в лучшую сторону, то, я думаю, у вас все получится, и все ваши результаты будут увенчаны успехом. Наконец, мы только пожелаем вам две вещи. Первая вещь, если у вас будет такая возможность и желание, возьмите лист бумаги с ручкой и напишите туда сколько? 50. 50 желаний. Можете писать даже по мелочи. Может быть, это даже что-то материальное, почему нет? Нет, мы можем мечтать, это же правильно, мы можем отдавать свои мечты Богу, просто не привязываться, опять же, к этим всем пунктикам. Ну и второй момент, те желания, которые вы потом запишите, доверьте их Богу. Как мы говорили, все в нашей жизни зависит от Него, и очень важно нам поэтому довериться Ему. И лучше действительно спрятать подальше эти желания, этот листочек завернуть, спрятать, чтобы на следующий год не забыть, где он находится, и прочитать, это очень интересно, целый год вам придется, конечно, терпеть. Будет очень интересно посмотреть, что у вас получилось достичь, в чем вас благословил Господь, а что, может быть, было не так важно в этом году, может, получится в следующем. И, кстати, говоря о Новом Годе, у нас появилась с мужем одна такая цель, развить канал, да, как мы уже сказали. И нам еще хочется больше с вами общаться. И поскольку мы уже не раз упоминали о том, что мы не успеваем чистить почту, все читать, всем отвечать. Очень много писем просто, да. Да, очень. И нам пришла такая идея в голову, как нам стать с вами немножко ближе и больше общаться. Да, в общем, у нас такое предложение к вам. Мы хотим с Танюшей создать телеграм-канал Илюшина Танюша, чтобы мы могли там оставлять свои мысли, какие-то нибудь события в нашей жизни, чтобы там можно было оставлять какие-то комментарии и так общаться с вами. И вот у нас вопрос, хотите ли вы, чтобы мы создали такой канал, что вы об этом думаете, пишите в комментариях. Как этот канал будет выглядеть? В основном мы будем туда что-то присылать, какие-то голосовые сообщения, может, фотографии, поздравления. Будем стараться регулярно туда заходить, и вы сможете вот каждое наше сообщение, так сказать, комментировать. Это будет не общий чат, где все пишут, чтобы его не засорять, просто можно будет комментировать каждую нашу подпись, или как это сказать. В общем, кто знает, как устроен телеграм, вы знаете, что есть там такая функция, и вам персонально будет приходить сообщение от Илюшиной Танюши. Так что, друзья, пишите, и потому что, если вам эта идея понравится, то тогда мы очень скоро создадим этот канал. Как говорят, если это видео наберет 2000 лайков, мы создадим телеграм-канал. Так что распространяйте это видео. Это шутка, конечно. Ну, а мы будем прощаться с вами. Прощаемся? Прощаемся. Все, начинаем прощаться. С вами были Илюшина, Танюша. Если бы тут был Малыш Леон, то он бы продолжил. Но он спит, поэтому мы скажем сами, что мы вас очень любим. Пока-пока. У меня есть план. Делись. Пойдем чай пить. Пойдем.